Уважаемые тяжелоатлеты, вас приветствует видеоканал сайта Мер Тяжелоатлетики Сейчас мы рассмотрим технику двух соревновательных упражнений в тяжелоатлетике Рывок и толчок классический Но рассмотрим немножко в необычном формате, не том формате, который вы можете видеть на многочисленных видео в интернете А более детально, углубленно, с коэффициентом на спортсмена, на как он взаимодействует с аштангой, с помостом И помогут в этом профессионалы тяжелоатлетики Это Дмитрий Берестов, мастер спорта международного класса, олимпийский чемпион 2004 года Окончил Академию физической культуры Заслуженный мастер спорта, кстати, по-моему Да, заслуженный мастер спорта Директор, дюшер, тренер, действующий спортсмен Второй это Александр Краснов, мастер спорта Многократный чемпион Победитель первенца России Да, первенца России, Москвы И я Александр Захаров Титулов у меня немножко поменьше Я многократный победитель и лекарственник Московской области Окончил Академию физической культуры, работаю тренером Прежде чем начать с каких-то упражнений Хотел бы спросить, например, в бодибилдинге Бодибилдеры рассказывают, у них успех зависит на 60-70% от питания И вот у тебя, как у специалистов, хотел спросить Например, от техники в тяжелоатлетике На сколько процентов это зависит? Я думаю, это уже для всех не секрет, что в тяжелоатлетике В основном зависит результат от техники исполнения Интересно просто в процентном соотношении, чтобы люди были понятны Я не могу так вдаться в процентном соотношении Потому что в тяжелоатлетике важно все И как и бодибилдинге, и питание, и режимы, и, соответственно, сон, и все остальное И тренировки, и техника это все равно основа И сила Наверное, больше процентов Не знаю, если и 100 брать, а если и разложить То 50% это техники А все остальное, остальные проценты, это уже идет Ну все остальное Да, все остальное Ну и переходя непосредственно к соревновательным упражнениям Не хочется вдаваться в эти Как в учебнике пишут, разные фазы, периоды Потому что тот же рывок, он длится буквально одну секунду Если мы сейчас начнем это все рассматривать Человеческий взгляд, он просто не может обводить вот эти все периоды, фазы Ну я бы, не знаю, как ты согласишься или нет, я бы разделил, например, рывок классический на старт, тяга, подрыв и уход в сень Вот такие вот этапы мы могли бы рассматривать Ну мы бы расскажем, да По ходу нашего разговора, все эти моменты, мы даже что-то новое найдем в нашей технике Ну просто во время тренировок Мы вот на что обращаем внимание, как спортсмен принимает исходное положение, правильно? Как начинает кинуть? Да, в основном два или три таких момента основных, которые... Которые человек может уловить и уловить И все задают вопросы, как это сделать, как это понять, как это вообще исполнить самому Это стартовое положение Ну как кто там, выше, ниже таз, сбоку, право, слева И самое основное это вот подрыв Многие не умеют делать подрыв, не знают, как это сделать, что сделать для того, чтобы попасть в подрыв Основная фаза, которую ты пропустил, это очень для многих важная фаза Это фаза освобождения от штанги Это самое важное для тяжелоатлетов, для любого Потому что многие, допустим, очень... Того же Краснова, если мы будем сегодня его технику рассматривать У него есть очень большая ошибка, что он взаимодействует со штангой, но не умеет освобождаться от него А это очень важно для тяжелоатлетики Я знаю, что у многих, даже не особо техничных, если эта фаза очень хорошо развита, то они все равно поднимают Ну и отлично построим Ну и исключение есть у всех Взять там уже Олега Чина, который идет более узким хватом Все спрашивают за что Все исключения есть, ты знаешь, как на технику тоже Если мы говорим о технике, многие скажут, да ладно, какая техника Посмотреть, как поднимал Сурман Аглэй там, Дима Спирес То есть мы можем найти там столько грехов в технике, если мы берем учебники Но люди становились трехкратными олимпийским чемпионами, это им не мешало, да? Поэтому тут говорить о каких-то... Это уже индивидуальные особенности, индивидуальные вот эти вот моменты техники, которые мы сегодня, наверное, не будем трогать Но и общий момент поднятия штанги, как это на примере новичка, на примере таких средних спортсменов Как это нужно хотя бы поднять головой, как поднимать штанги Еще раз только хочу сказать, нам в Академии преподавали, что не существует идеальной техники Нет эталона, по которому нужно тренировать свою технику Потому что человеческий организм, он индивидуален И у него также у каждого спортсмена своя, образно сказать, техника Так же как вот люди ходят, у них у каждого разные манеры ходьбы И так же и в технике поднимой штанги Нет эталона, по которому нужно действовать Есть вот эта вот определенная техника, на основании которой нужно выстраивать уже свою Ну и переходя уже непосредственно к самой технике рывка классического Хотелось бы начать вот с тебя, где Как нужно, ну вот взять, например, новичка Как нужно понимать из-за этого положения Мы можем даже сегодня, во-первых, я покажу вам сначала на своем речном примере, ребята Ногой с грифа начнем, или можно? Да, конечно Да, с грифа начнем, может даже палочка Ну с грифа начнем Если мы начинаем рывок классический Хват, соответственно, широкий Но широкий Как надо определить тебе широкого хвата для спортсмены? Опять же, вот ты правильно сказал, что Не то, что нет эталона Есть определенный, как бы, параметр Что, если у тебя длинные руки, ты берешься по шире Если у тебя руки короткие, ты берешься поуже Мы говорим, мы как-то опять вспоминаем того же Олега Чайна Соответственно, если у тебя средний параметр Просто берешься широким хватом Чуть На штамме даже есть определенные риски Вот такие Ну, немножко за них выходим У меня там, допустим, я высокий, красивый Высокий спортсмен, я могу браться вообще чуть ли не под завязку На олимпиаде это как раз так вопрос Да, я так и берусь ее основном Но, опять же, к тому же приходим, что Новичку, вот мы сейчас разберемся, можно разобрать на новичке Мы ему, скажем, широко-широко возьмемся Он возьмется сначала широко, а по мере того, когда он будет заниматься уже тяжелый атлетик Он сам поймет, как ему более удобно Чуть положе или чуть пошире Но мы ему можем подсказать пока, как тренера Что необходимо, как взяться Взяться широко, чтобы тебе наверху держать штангу Где было бы удобно Ну, вот если я, например, да Как мне определить Вот я тренер, а как мне определить Какие у меня документические дали Длинные руки, не длинные Как мне браться под риску Там, на каком-то расстоянии Я тебе еще раз говорю На штанге уже есть определенные риски Ты подходишь и берешься примерно за ветерин Ну да, я могу взяться за нее, могу взяться на расстояние Вот какие-то грани У нас грани, ну, что можно сказать Это правило в тяжелоатлетике, да То есть, чтобы я не касался, например, грифом волос, головы Ну да То есть, мне что изначально исходить из этого То есть, браться максимально широко Но тогда возникает риск Травмы, там Болевых ощущений В кисти Вот, как вот ты считаешь С чего надо начинать определять свой хор Потому что придет новичок И ему скажут, ну вот, берись приблизительно вот так вот И он запоминает, что ему надо браться под риску Кандидат продолжает брать, брать, брать Становится там Первый разряд кандидат И он по-прежнему все так и берет Потом окажется, что он... Смотреть, чтобы не быть и много слов не говорить Мы берем новичка Батыр У нас участвуем Человек занимается борьбой Чем очень много Там и чемпион тоже Можешь себе представиться Я Батыр Алтыев Борец сумо Мастер спорта международного класса Член сборной команды России Вот Сегодня он в тяжелой атлетике Он у нас новичок И мы можем продемонстрировать Показать, как выполняется техниковое выполнение Рывка классических Вот Мы Мы Как с тобой Как два тренера Можем Уже определить Что Спортсмен Высокий Длинными руками Довольно Ноги длиннее Ноги длиннее Соответственно И хват у него Будет Довольно-таки широкий Хват Опять же С тобой Можем Что Примерно То Все Примерно Потому что Потом Мы Будем подгонять Его Идеальный Удобный Хват Пока Мы Скажем Примерно Ты должен взяться Немножко Отходя От 30 Наверное Вот На Такое Расстояние 10 Сантиметров Пожим Сейчас Мы Просто Скажем Поднять Штангу Надо Поднять Над головой Выпримись Сейчас Не надо Никаких Рывков Толчков Просто Выпримись И Поднял Штангу Ровно Головой Мы Видим Тебе самому Удобно Или Можно Я Новичок Не понимаю Удобно И Первое Что Тренер Просит Чтобы Понять Удобно Спортсмены Неудобно Это Присесть Посидеть Чуть Неудобно Когда Спортсмен Немножко Заваривается Можно Чуть-чуть Пошире Попробовать Потому Что Плечи У тебя Мастер Спорт Международного Класса Уже Лучше И Вот В зависимости От того В процессе Тренировок Мы Можем Понять Как Спортсмены В идеале Потом Брат Сейчас Мы На примере Приседания То есть Все-таки Ориентируемся На тренера На его Личные ощущения А тренер Со спортсменом Должно быть Взаимодействие Не должно быть Что Тренер сказал То спортсмен и сделал Всегда Он должен В общении Взаимодействии Со спортсменом Только Тогда Будет результат Как бы Все знают Это Ни для кого Не новость Когда ты идешь Под копирку Никогда Ничего Хорошего Не получится Ну Я почему так скрупулезно Задаю такие вопросы Потому что Ко мне К ведущему сайта Ко мне Истекает вся эта информация Ко мне обращаются Не только Спортсмены С тренерами Некоторые Пишут Что Зал у них есть Штанги есть Нету тренера Или например Кто-то Ушел из силового Троеборья И говорит У нас в зале А что только Тренератор С силовому Троеборью Объясни Как не широко Браться Ну как мне определять Я вам пишу Я тебя даже не видел Даже на фотографии Не видел В этом плане Допустим Мое личное мнение Мы с тобой можем поспорить Но для этого мы и собрались Мое личное мнение Что Ты должен Мы должны Тренироваться По своему Собственному Ощущению По своим Собственному Ощущению Тренер он может подсказать Вот как ты сказал Эталон Не эталон А вот Модель А ты уже Под себя Под свои Удобства Неудобства Ты должен уже Постепенно Мы Я уже тренируюсь Сколько? Лет 20 Да Я каждый день Все равно изучаю технику Каждый день Я что-то пытаюсь Может не ширину Хват Но как поставить стопу Как поднять тат Всегда ты контролируешь Всегда ты ищешь Всегда ты в поиске Может где-то ты чуть-чуть Где-то поменяешь И вдруг у тебя Штанга полетит по-другому Еще лучше Поэтому Это уже процесс Процесс тренировки Это всегда Учеба Наша учеба Как правильно принимать штангу Но вот такие моменты Мы Также Должны Вместе Тренер Со спортсменом Искать Как бы В тандеме То есть Если Спортсмен Без тренера Совет ему такой Поднимай Так как тебе Более комфортно На данном этапе Да Примерно Ты знаешь Что Модель выполнения Этого упражнения Широкий хват Широкий хват Так чтобы тебе было удобно Сесть Со штангой Посидеть И встать Если тебе в этом положении Удобно Это примерно Твой хват Который ты должен Поднимать Но в процессе тренировки Когда ты уже будешь Выполнять уже Скоростно-силовые упражнения Рывок Протяжку Рывок Я не знаю Швунг из-за головы Плюс приседания Ты уже сам поймешь И сам начнешь контролировать Как тебе Может чуть-чуть поуже Чтобы у тебя не болтало Или чуть пошире Наоборот Чтобы у тебя плечи прошли Вот эти моменты Ты уже должен Собственно Организм нужно слушать Свой организм Надо научиться слушать Только тогда Будешь туда Это везде Ну и теперь Вот можно Например с постановки Ну Так Как раз Краснов засиделся Иди сюда Работай Теперь То же самое Постановка Широко Узко Я всегда считаю Что Если мы разбираем Новичков На штанге У нас уже По сути Все нарисовано Мы можем это все Прекрасно смотреть Есть риски По которым нужно Примерно Браться Спортсмену Спортсмену Ну Мы сейчас Разбираем Не стандартного Спортсмена Маленького Хиленького Поэтому Поэтому Здесь На штанге Все По сути Нарисовано Риски По которым Примерно Надо браться Спортсмену Места Оголенные Без Риски Где Примерно Находится Положение Ног Опять же Слово Все Примерно Потому что Исходя Даже На нас Посмотреть Я Высокий Красивый Здорово И он Маленький Хиленький Некрасивый Да Поэтому Уже Мы По ходу Подбираем Каждого спортсмена Индивидуально Соответственно Раз он Маленький Ручки коротенькие Уже Хват у него будет Совершенно другой Уже Не За риски А по риски Положение Стоп С чего мы начали У него опять же идут Ну Принято говорить И всем объяснять На ширине Плеч Почему на ширине Плеч Потому что Это наверное Самое Оптимальное Удобное положение Естественное положение Естественное положение С которого Можно сделать Мощное движение вверх Куда-то мы прыгаем Куда-то мы там Вперед вверх Почему не уже Почему не очень широко Например Некоторые могут Акцент Ты правильно сказал Что Наиболее удобное положение Для того Чтобы сделать Мощное движение вверх Если конечно Вам Попробуйте встать Если вам Как у Василия Алексеев Поднимал Будет удобно Из этого положения Встать И что-то сделать Допустим Я встаю Мне совершенно неудобно Я вообще не знаю Что из этого положения Можно сделать Обычное движение Прыжок Да Прыгнуть Вверх С какого положения Да И понять Из какого имени Не просто Можно прыгнуть вверх А поставить Какое-то Возвышение На которое Запрыгнет Поэтому здесь Будет понятно Да Вот это будет Ваше естественное Положение И опять же Вот почему мы Переходим Кто-то потом Ставит уже Кто-то шире Это все происходит В процессе тренировки Но тренер Новичку Должен показать Вот этот вот Правильное Изначальное Ну как мы называем Правильное Которое Среднее положение Из которого В принципе Большинство Спортсменов Начинают Движение Хорошо Носки должны быть Развернуты Или Параллели Это мы опять Говорим о том же С чего иначе Вот именно изначально Вот изначально Попробуйте Прыгнуть Конечно Должен чуть-чуть Развернуты Потому что это Более естественное Положение Мы должны Встать в более естественное Положение Мы не должны Ни разворачивать Ни сюда Ни туда Чуть-чуть Развернуты Чтобы мы Могли сесть Потому что Если будут сюда Носки Уже неудобно Какой-то Ощущается Дискомфорт На какую глубину Стопы Зайти Под гриб Кто-то Советует Я Ну Когда Езжу На соревнованиях На соревнованиях Встречаешь Много тренеров С разных регионов И бывает Наслушаешься Такого Об одном И том же Некоторые тренеры Говорят Про противоречивые Свои Там Правила То есть Кто-то говорит Подходи На два пальца К штанге Кто-то Чтобы Ладонь Проходила Кто-то Говорит Подходи Вплотную В процессе Принятия Исходного Положения Ты как-то Ногами Немножко Подтолкнешь Но Чтобы Главная Штанга Все Время Касалась И Твое Исходное Положение Это опять же Мы в процессе Общения С тобой Я Никогда Не заморачивался И Мой тренер Тоже Никогда Меня Не учил Как Нужно Подойти К штанге Прям Под Эти Миллиметры Не рассчитывать Мы Опять же С тобой Говорим Модель Модель Которая Первоначально Должна Подойти К штанге Ты Подходишь Примерно Под Штанг Ну Чем Дальше Траектор Начнем Дальше Тебя Будет Оставаться Терри Нет Имейте Ввиду Стопы Маски Ног Должны Выглядеть Из-за Грифа Вот Сейчас Мы Видим Мы Должны Здесь Каждый Спортсмен И Каждый Тренер Не Должны Каждому Спортсмену Показывают Насколько Миллиметров Насколько Там Сантиметров Изначально Должен Встать Во-первых Удобно Так Удобно Высочки Выглядывают И Дальнейшем Когда Мы Уже Здесь Начинаем Под себя Как Удобнее Встать Сюда Чтобы Сейчас Рывок Разбираем Должен Встать Так Удобно В нее Чтобы Упереться Натянуться И Начать Движение Вот Это Самое Правильное Положение Чуть Она Может Касаться Это Не Нюансы Берешь Которые Они Не столь Важны Она Может На Сантиметров Касаться Только Волос Ног Может Касаться Может Чуть Чуть Не Касаться Это Дополнительное Замедление Скорости Движения А Почему У всех Содранные Ноги Содранные Ноги Полоски Цепляются Это Неправильно Раз У тебя Содранные Ноги Значит Ты Что-то Делаешь Неправильно В начальном движении У тебя Должно Быть Так Проходить Движение Очень Близко Очень Рядом С телом Твоим Но Не касаясь Его Ни на миллиметр Тогда у тебя будет Идеально Правильно Если Ты Начинаешь Штангу Вести Здесь На коленнике Это Ты Приори Неправильно Силой Трения Штанга Не Разгоняется Ты Не Сможешь Выполнить Такое Движение Которое Тебе Поможет Выбить Рекорд Хорошо Разобрались Со Стоком Положением Центр Тяжести Во время Приема Старкового Положения Тяжести Во время Приема Стоп Многие Даже Смотрите Видео Мы Пришли К тому Что Все Взаимосвязано И Положение Стоп Мы Узнаем Правильно Тогда Исходя из второго Нашего Пункта Центр Тяжести Спортсмен Должен встать Так И Чтоб Уперся В полную Стопу Не на пятку Не на мысочек А полностью На полную стопу Он готов к тому же прыжку Ты готов к прыжку? Да Вот это Его Будет правильное Исходное положение Именно Стоп Мы уже сейчас Не говорим О тазе Ниже Выше Таз Может выше Ниже Это мы уже дальше Начнем разбирать Здесь мы говорим А именно Правильное положение Стопы Дальше Смотрим на Все тело Плечи должны накрывать Штангу Насколько? Это самое главное Они могут быть в одной плоскости Или все таки должны его выходить? В начальном этапе Они могут выходить Если Некоторые стоят вот так Да Это не ошибка Это Опять же Мы говорим о том Что Это Из-за его Сильных Или слабых Где-то мышц Сильных сторон Спортсмен Под себя Уже подобрал Удобное положение Его старта Допустим У кого-то У кого-то Сильнее У кого-то Если сильнее спина Он наверное Больше Начинает С высокого старта У кого-то Более сильные ноги Соответственно Он начинает С более низкого старта Чтобы сработать ногами Но Это мы уже Разбираем моменты Для Более Спортсменов Высокого класса Которые Сейчас Нам не нужны Это параметры Это нюансы Которые приходят С годами Я еще хочу Обратить на такое внимание Что Вот например Мне всегда Всю жизнь Было удобно Начинать Подъем штанги Вот в таком положении У меня как бы Ноги максимально согнутые Я движение Начинал сразу Ну Ногами Например Если взять Вот я обратил внимание Например Алексей Бортков Недавно Видео я смотрел Он Исходное положение Всегда Вот так Он стоял То есть Фактически У него ноги Все разогнутые Это о чем я тебе говорил Остается Небольшое Такое Движение Остальное Только Работа Спины Шла Вот Это Как Все Как ты сказал Это То же самое Сказал Это Все Зависит От Личных Твоих Данных силовых Антропометрических Антропометрических Но То есть Если Принимать Исходное положение Ты Пришел Новичок То есть Если Мы Разбираем Новичка То Каждый Тренер И Специалист Должен Примерно Всегда Показывать Рассказывать Что У тебя Спина Прогнутая Плечи Находятся Над Грифом То есть Чуть Чуть Накрывают Гриф И Это Идеальное Положение Это Модель Которая Должна Быть А В дальнейшем Ты Уже Будешь Сам Подбирать Как тебе Удобнее Начать Так Но в итоге Все равно Если ты начнешь Отсюда С ног Ты Через Доли секунды Все равно Придешь в это положение Опять Это Поэтому мы не можем Назвать это ошибкой Но Когда мы начинаем Объяснять Новичку Мы всегда Объясняем Что Плечи Общее положение Которое мы должны Понимать за основу Ну все С исходным положением Разобрались Теперь Поговорим о самом Съеме Штанги Тяги Снимаю Как Ногами Одними Движение Начинается Я принял Исходное положение Поднимать Начинаю У меня Идут Ноги Ноги Остается Я упрямляюсь Так В исходном положении Важно Если Мы говорим О правильном Для новичка В правильном положении Да Здесь Движение Начинается В основном С ног Спина Имеет функцию Удерживающую Статическую Мы выполняем Статическое движение Спиной В основном Мы начинаем движение Спина В статике Спина всегда должна Держать штангу Так Чтобы мы В итоге Пришли в правильное положение В подрыве Вот мы спокойно снимаем И все время накрываем Все время Идет на крыльях Все время идет на крыльях Вот это Самое правильное Не надо Спиной Сразу Сюда Ноги Ошибки Вот как Спину вставил Так ты и пошел С ног С ног С ног Это Начальное движение Конечно Кисти подгребаются Или Слышал я много О том Что Тренеры начинают Учить Кисти Подгребают Но мое мнение Что На больших весах Ну Сколько Можно Кистями Но я могу Килограмм 50 Там 60 Ну Даже Если Я сделаю 100 Но 200 кг Я сюда Не сделаю Тем более Во время подрыва Многократно Увеличивается Да Поэтому Я считаю Это ошибочное мнение Я советую Вот это Исключить И не объяснять Детям Еще такой Немаловажный Момент Это Сгибание Рук Золоктевых суставов Во время подъемов То есть Спортсмены Начинают Они Не только держат штангу Они начинают Вплоть до подрыва А во время подрыва Когда вы должны Раздать нагрузку На Удержание У них Выправляются руки И получается Что подрыв гасится Вот Как можно Какими упражнениями Или как можно Дать себе Такую установку Чтобы Я тебя понял Я на самом деле Локти Выворачивать Немножко Чтобы они Принимали такое Немножко Необычное Неудобное Для себя Положение И вот таким образом Не давали сгибаться Не надо Вы Как бы Очень многие Специалисты Или даже Скажем не специалисты Начинают Очень часто Усложнять Все эти процессы Тренировка Должна быть Наслаждением Не надо Забивать голову Ненужными Движениями Ты должен знать Основу То что руки Должны быть До подрыва Должны быть прямыми Соответственно Мы тянем штангу Руки до подрыва Прямыми Вот мы начали Все они прямые Как ты говоришь Мы должны взорваться И только здесь Руки пошли Да Считается ошибкой Что Здесь в подрыве Если ты Сгибаешь локти Но Опять же Если мы берем Уже Именитых спортсменов То мы посмотрим Из них 50% Прихватывают Руками И никак Это не мешает Подъему штанги Самым Всем профессиональным Конечно Идеально Когда ты не прихватываешь Это идеально Но это как Надо контролировать Как это Просто Чтобы кто-то говорил Держи руки прямыми И сознательно их Как бы Много упражнений Есть специально Что И это вам Расслаблены Как плейки Многие говорят Руки как плейки Они должны быть Расслаблены Они должны быть Зажаты Они должны быть Чертно натянутые Движения вверх Вот это правильное Положение исходное Правильно И многие Прихватывают Из-за того Что у них Не хватает Силы хвата Они пытаются За счет сжимания Кистями Удержать штангу Они начинают Прихватывать Из-за этого Соответственно Чтобы этого избежать Работаем с лянкой Делаем упражнение С лямочками Привязываемся Крывок Толчок Взять на грудь Привязываемся лямочками Кисти уже зафиксированы Они никуда не денутся И здесь ты можешь более Проследить за своими локтями Это должен подсказывать тренер С детства Это должен ты Сам следить за этим Но опять же скажу Что Не зря Что если Ты Немножко Прихватываешь Это не Не Грубая Ошибка С которой Надо бороться Всю жизнь И с ней нельзя жить Можно На ней Нужно работать Но не зацикливайтесь Не надо придумывать Разворот локтями Там Подгребание Кистями Не нужно Это будет только портение техники Нет То, что я тебе задаю такие вопросы Это не мое личное видение Это я просто Стараюсь Рассмотреть все вопросы Нет Я Я сам слышал Много специалистов Я знаю Буквально Мне Специалист Недавно Мне Посоветовал Ты тебе Поприхватываешь Тебе надо Мизинчиками Попробовать В стартовом положении Сюда Я попробовал У тебя вообще ничего не получилось Не понял Что значит Мизинчиками 200 кг Сюда ее подтянуть И так Ну Для меня Я посчитал Что Не буду Грубое слово Но это Ненужные нюансы Которые не нужны Нам Мы просто забиваем Тем самым голову Просто мы должны знать Что руки должны быть прямыми И за этим В процессе тренировки следить И все Ну вот Дальше Давай Рассмотрим Поприх Поприх Ты че тренируешься Я слушаю Значит Руки прямые Мы встаем Ну Выпрямляем ноги Спина по прежнему накрывает штангу Да Доходим до подрева То есть вот это движение у нас Идет Одна работа ног Правильно? Да Ноги выполняют Динамическую функцию Спина выполняет Статическую функцию Да Вот дошли до подрева Вот дальше Дошли до подрева И здесь у вас Как нам Любому Такому новичку Если это новичок Оказывается Давай Возьмем Баттера Мы будем сейчас Примерно Объяснять Потому что очень многим Непонятно Как его Обучиться Изначально Так же пробуем Прогнуть спину Мастер спортивного Класса по борьбе Может Накрыть штангу Вот Накрыв идет Над грифом И просто Подними штангу До уровня Середины бедра Спокойно Вот Старайся Чтобы штанга Проходила Недалеко От ног Еще раз Сделай движение Просто Смотри Ты понял Что все говорил Александр Работают только ноги Спина выполняет Чисто статическую функцию Вначале Вот как ты ее Изначально поставил Прогнул Так и движение Начинает только ногами Все Вот эту Мы фазу с ним разобрали У него в принципе Уже неплохо получается Правильно? Да Чуть-чуть пониже Вот здесь До сюда ты дотащил Здесь мы любому Новичку Или начинающему Спортсмену Объясняем Чтобы Сделать правильное движение Нужно Молниеносно Подрыв Это что? Это взрыв Это взрыв всех мышц То есть Основных мышц Это у нас Мышцы ног Мышцы спины Вот в этот Из этого Положения Мы должны Максимально сработать Одновременно Мышцами ног Мышцами спины То есть Сделай движение вот это вверх Просто сделай движение вверх Наверх И штангу не надо поднимать Просто попробуй Да, видишь? Просто он Так как он новичок Он еще не знает Как руки нужны сюда Но в принципе Он сделал движение правильно Да Теперь мы просто Должны ему Объяснить Как после подрыва Как должны идти руки Сейчас медленно Поднимаем Руки должны Вот сюда идти Вот так Нет, нет, нет Вот сюда Все После подрыва Они у тебя как бы Взрывают И вот сюда идут Ничего не надо там Надумывать Еще раз Попробуй сделать Из этого положения Накрывай Чтобы Спина накрывала Гриф И сделать движение вверх В принципе Для Уровня Новичка Который никогда не держал Штангу в руках Это Нормальное движение Со временем Он уже В процессе тренировки Мы его будем обучать Чтобы это движение Было более Четким Потому что здесь Очень тяжело Раскоординированному Человеку Движение сделать Одновременно И ногами И спином В идеале Я покажу Что должно получиться У него Давай, положи Не обидишься Чурик В идеале Мы приходим В это положение И вот как я объяснял Мы делаем движение И спиной И ногами Вверх Вот Штанга Полетела Она даже Зазвенела Она должна Даже звенеть Это нормально Вот он Полетел Почему звенит? Она бьется Она бьется Она бьется Она не бьется И отталкивается Это Опять же говорю Подрыв Это Не как многие считают Это Удар Да Подрыв Это Именно Взрыв Одновременно Взрыв Сокращение Всех Мышц Из этого Положения Мы должны Сократить Ноги И спину Если мы Идеально Попадем Точно И взорвемся В этом положении Получается Вот это Взрывное движение Александр Покажи Своё Не очень Взрывное движение Вот у Александра В принципе Есть Такие Ошибки Но у него И опять же В этом проблем нету Проблем Подрывы Положение Отсюда И здесь Он должен сократить Все мышцы Вот Штанг Звенит В принципе Неплохо Для новичка Хорошее движение Хорошо Подрыв У нас Чем Заканчивается Нужно Я вот Обратил внимание Многие спортсмены Они Вытягиваются Вверх А Кто-то Вытягивается Вот так Прогибается То есть Казалось бы Чисто физиологически Вверх Мы когда Вытягиваемся Мышцы спины Не до конца сократились Они до конца Сокращаются Только если Мы станем Так Вот Какое правильнее будет Знаешь Новичка Обязательно Надо учить Чтобы он Ты кстати Иногда Можешь туда переводить В камеру Новичка Изначально Надо учить Так Чтобы он Все-таки Движение Делал ровно вверх Потому что Если мы Будем Объяснять Вот сюда Взорваться Будет вот эта ошибка Очень Неприятная Штанга Будет лететь назад И Он ее не поймает И Поэтому Новичку Надо объяснять Движение Только вверх За счет спины И мышц Ног Вот Штанга Полетела Ровно вверх И мы ее здесь поймали Но Если мы посмотрим На всех кинограммах Где рвут Максимальные веса Я там Рвал 200 кг Те же самое Все равно Движение Мы увидим Что движение Идет Конечно Вот сюда Вот сюда Но Это настолько Настолько Неуловимое движение Оно проявляется На супер Максимальных весах Что Оно приходит Со временем Когда ты выходишь На серьезный уровень Детям Надо объяснять И новичкам Надо объяснять Что все таки Движение Ровно вверх У тебя просто автоматически Потом Нормально 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 Хороший Хватит Хватит Хотелось бы затронуть Уже Как я Вначале говорил Немножко Китайская техника То есть Если белье Советскую Мы Вытягиваемся В подрыве Вверх Дальше Выходим вниз У нас Сгибаются Руки И мы Здесь Ловим Фиксируем Что делают Китайцы Они Изначально Встают широко Делают Очень большой Накрыв Во время Подрыва Подрыва Как такового Мы Не слышим Образ Можно так сказать Как ты То есть Нет такого Звеняющего И ярко выраженного Вот этого момента Подрывного Они просто Подрыв как бы Растягивают Они штангу Ну Чисто визуально Если это назвать Натягивают для себя Они ее Протаскивают Вот в этом положении То есть Они вот так вот Выходят С большим накрывом Потом вот так вот Вытягиваются И Практически На прямых руках Делают Уход вниз То есть У них То есть Получая Я понял Не будем Долго На китайской технике Сконцентрироваться Просто Объясню Для Нашей аудитории Почему Какая разница Я считаю Что это не Здесь Идет Все Китайцы Все равно Учились Советской школе Так они может быть Не усовершенствовали Но Мне кажется Они не усовершенствовали А просто Под своим Опять же Арпо Артропометрические Данные Потому что Все равно Они немножко Другие Во-первых Они более Дибкие Они все Небольшого Роста Все-таки Под ним Они Подстроились Так Что именно Выполнять Таким Движением Для них Это более За счет Своей гибкости За счет Посмотри Они Большинство Из них Они рвут Практически Без разброса Им так удобно Все-таки Советской школе И нам Живущим Не в Китае Так скажем Более Сложно Выполнять Такие движения Без разброса Потому что Мы не обладаем Такой супер гибкостью Где-то С такими Короткими Рычагами Из-за этого У них Произошло Изменение Мое мнение Только Это из-за этого Произошло А Илья Ильина Не такие Сособы Приблизительно Вот у него Что-то среднее Между Советской И китайской Школой У него что-то среднее Но скажу так А я Не в обиду Тому же Илье Ильину Не в обиду Но я не считаю Его технику Очень хорошей У него Очень Хорошее Чувство штанги Он ее Настолько Ощущает Что он Даже если Выполняет Где-то Неправильное движение Она у него Улетает Он ее все равно Может поймать Движение на грудь Так же Он может где-то ее Не дотянуть Где-то не подорвать Это тяжелый его съем Но настолько ее Чувствует Как в нее Вкрутиться С груди Вообще там Слов нету Она у нее тяжело Он там Дергается Ну просто По всем Нашим Правильным Показанием Как нужно Поднимать Везде у него Есть какие-то Отличные От идеальной техники Моменты И все равно Он ее поднимает Но видимо Он ее настолько чувствует Что использует Свои возможности Да Это просто чувство Это талант Я опять же Если даже Взять всех Трехкратных Олимпийских чемпионов Которые у нас есть Посмотри Сулейман Аглу Дима Спирес Может Единственное исключение Кахикарчашвили Он вот Мне кажется Наиболее Техничный Из этой троицы Дисуга Четыре Да Он вот Из них А так Дима Спирес Ну посмотри Такими крючками Бам Поднимает Поднимал Мировые рекорды Ну Еще такой аргумент Когда мы Поднимаем Ну Российская Ну Российская Советская техника Мы поднимаем Делаем подрыв Дальше штанга Ну Практически Ну Небольшое взаимодействие Действие Рук идет И Мы практически падаем Свободное падение Но В китайской технике Они все время взаимодействуют На штангу Они крутятся вокруг нее Они ее Взаимодействуют И так И так И только в самом конце Они уходят все Ну Я Не кроется ли здесь Такая небольшая тайна Которая способствует Увеличению Результатов А что Причем Мы сейчас Проигрываем Китаю Мы у Китая Сейчас выиграли Нет Я имею в виду Какой наиболее Эффективный способ У нас тем более Если посмотреть Приехать в сборную России Ну Главные мужики Еще понятно У них Классность выше А вот если Зайти в зал К юниорам Они все там Подпрыгивают Настолько После подрыва Они вот так вот Вместе со штангами Плюхаются Получается Что Вот это вот Время Свободного падения Оно идет Против результата Нет Мы тогда Давай вот эту фазу Не до конца Разберем У многих Есть эта ошибка Сейчас я покажу Эту кстати На примере Александра Краснова Можем легко разобрать Эту ошибку Которую Которая мешает ему Поднять Больше вес Как ты говоришь После этого момента После взрыва Вот штанга Полетела Если мы Как ты говоришь Как китайцы Пока не берем китайцев Это отдельная тема Если мы После того Как здесь штанга летит Начинаем На нее Взаимодействовать С силой И Пытаться Вырвать А вообще Нужно взаимодействовать? Я тебе объясняю Если мы начинаем Взаимодействовать Тем самым Мы начинаем Тормозить движение штанг Абсолютно Это не нужно Мы должны Настолько Взаимодействовать Насколько штанга Сама летит вверх Практически Ее не трогать Может Чуть-чуть Направлять ее движение Как она Полетела Но в этот момент Он называется Научно Безопорной Фазой Мы должны Молниеносно Уйти под нее И поймать ее Здесь Если мы этого не сделаем А будем Начнем взаимодействовать Как ты говоришь Мы просто не успеем Под нее Тащите ее Да Китайцев Немножко За счет того Что Вот Предположим Александр У нас китайцы Ну я небольшое Отступление сделаю Мне Рассказывали Ну К нам в зал Приходили Боксеры И Пробали поднимать штангу И вот они рассказывали То что Как вот они Делают удар Если Они говорят Если напрячь руку То удар получается Очень медный Поэтому Они во время удара Руку расслабляют И напрягают Только в самом конце Вот может как раз Здесь нужно Принимать штангу Это то же самое Вообще То есть мы здесь расслаблены Направляем штангу слегка И здесь уже в конце фиксирован Вообще Вся тяжелая атлетика На этом и строится Взрыв Расслабление Опять сокращение Только это Если ты этого не умеешь Если ты Почему не могут поднимать Ни лифтеры Те же самые Не будили белок Они не могут Потому что Они потому что Все время Он не привыкли Мышцу Все время напрягать Они не умеют У них фаза расслабления И сокращения Нету Штангисты У них В этом и преимущество Что они Взрыв Расслабление Уход Освобождение У Саши Эта фаза В принципе На грифе Еще более метр Незаметна Но она У него Фаза которую Нужно развивать Он все равно пытается Ее здесь Взаимодействовать А на китайцах Я скажу У них то же самое У них есть Эта фаза Единственное Они могут не отрывать ноги От пола Но это Многие наши Спортсмены Я скажу так же Например Того же Известного Димы Клокова Он 195 При дне Без разброса Рвал Чуть ли не Из подставки То есть Разницы никакой нет Это не мешает Ну Так же Скажем что у него Хорошая гибкость За счет этого Он же так же и поднимает А откуда у нас Эта ошибка В сборном Почему у нас Подлетает Ноги У спортсменов Почему Это не ошибка Это не ошибка Совершенно Опять же Мы говорим о таких ошибках Я их не могу назвать ошибки Это нюансы Техники Если мы не будем прыгать Мы не сможем Освободиться От штанги Тем самым Каждый тренер То есть специалист Учит спортсмена Освободиться От штанги Я это не считаю Ошибкой Освободиться Значит безапорный подсед Да Вот мы Помогаем Прыгнуть со штангой Пока что Открутит Да Можно как ты говоришь Без разброса Подлетело И без разброса сесть Не почему С разбросом Встал Те же китайцы Они встают У носки А после подбилы У них ноги просто заряжают И никто не подпрыгивает Посмотреть Уже Сливенку Там Фотографика Трех-четырехлетней Данаси Когда она Выиграла Чемпионаты Мировые Когда там Со штангой Показан Именно безоборный подсед Где она уже Штанг держит Вверху И вот так у нее ноги На такой высоте Пудинг Нет Если Если мы говорим о том Что не надо задирать После прыжка Вот так вот ноги Как ноги Да Это не нужно Это лишнее движение Но это лишнее движение Никак не помешает Полететь штанге Как ты ее После подрыва послал И потом принять Оно Не столь важно Помешать Да Тренер должен за этим следить Должен обучить Чтобы Опять же Теми же самыми упражнениями Рыок без разброса Ног И так далее И так далее Основное упражнение Это рывок без разброса ног Это то же самое Или просто с выхода на носки Ну да С выхода на носки Это и называется Вот ты Просто ее рвешь сразу А ну да Я не уйду даже Можно без носков Можно без выхода на носки Да 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 Кстати В упражнении без выхода на носки Оно Наиболее способствует Нарабатыванию подрыва Отработка подрыва Да Потому что без этого Именно вот без этого движения Это И это Это Помогательное упражнение Которое Любой спортсмен И И В сборной России Это часто упражнение Все используются Поэтому Все тренируются Если ты говоришь Про юниорскую сборную Ну Есть нюансы Ошибок в технике Но это юниорская сборная Еще по 20 лет Ребята И Как раз Они попали в сборную И многие Изменят технику И же Уедут на международный помост Фиксация в сети Это не Самое Так скажем Основное Опять же Я На своем примере Она не упадет у вас Ни назад ни вперед Если вы Все этапы Которые мы сейчас Рассказали Сделаете правильно Человек сделает правильно Если он сделает Правильное движение Соответственно После подрыва Штанга Летит ровно вверх Соответственно Если Он ее ловит Она так же приходит Ровно вверх Если вы Отбиваете Она летит назад Соответственно Она летит назад Мы ее не можем Ну и так же Если мы ее можем Отбить Она летит Вперед И мы ее не поймаем Это Это Самые Две Распространенные Ошибки Которые Для Новичков Они Просто Бич Ничего в этом страшного Как можно Отрабатывать Отрабатывать Уход Определенные Во-первых Покачать Для тяжелой атлетики Существует Масса упражнений Вот Основные упражнения Мы можем даже Разобрать Можно Не ебли Поделать жимы за головы Приседания Уходы Система Мы можем Прямо сейчас Разобрать На видео Записать Все упражнения Основные Их не так много Для Рывка Классического Первое упражнение Это Рывковое протяжение Которое Надо давать Абсолютно Всем Новичкам С чего Можно Примерно Понять Что Либо Это упражнение Можно давать В любом фитнес-клубе Его используют Везде Упражнение Для всех Рывковое протяжение Просто Берешь И протягиваешь И поднимаешь И поднимаешь Идеально Для новичку Делать Несколько Протяжек Потом Пожать Из-за головы Несколько Раз И поприседать В рывковом Хвате Вот это уже Для Вы Выполнили Рывок Классический С небольшими Отступлениями Отработали Отработали Это все отдельно Вот как мы Давай Новичку Который Опять же Первый раз Пришел Веру Покажем Вспоминай Как я тебя локти Учил Как они должны идти Просто Протяжка Рыховая С низкого Седа Попробуй С низкого С низкого Еще ниже Как Саша Вот Отлично Детерапись Еще раз Пару раз Пожми Из-за головы И Пару раз Присядь Посиди Самое Вежимое Пошире Для новичков Пошире ноги Поставьте Будет удобнее Для новичков Самое тяжелое Это присесть И вообще Раньше специалисты Даже Когда отбор У нас тяжелый Не на горбу Отбор Определяли Кто более талантливый Может заниматься Или кто не может Если человек приходил И четко В таком хвате Садился Можно было понять Что дальше из него Можно лепить И делать из него уже там Мастера спорта Дальше Как быть если на таком этапе Человек хочет заниматься А вот В таком Седе У него Например Ноги Немножко Здесь Я вижу Во первых Ошибку Штангетки Для Другого Немножку Вида спорта В В В чем В чем Минус Этих штангеток У них Они мягкие И каблук Немножко низковат Поэтому ему Не очень удобно сидеть В низком сети Если у него сейчас Каблук чуть-чуть поднять Ему будет более удобно Поэтому Для каждого спортсмена Индивидуально мы должны Подобрать обувь У кого Хорошая гибкость Подвижность В суставе Голеностопом Тот может из таких штангеток Тренироваться Есть Такие примеры Но Конечно Но Если какие-то дефекты Как я показал Это исправильно Какие Еще раз Например Когда Довольно таки 14-13 лет Вот он садится Вот он садится И вот так вот У него Он не может Сидеть У нас Самое интересное Что у нас в виде спорта Все исправим Мы можем любого Спортсмена исправить И Штанга Она Дает Это возможность Может прийти человек Кривой Косой С позвоночником Я не знаю С кривыми ногами И Занимаясь Тяжелоатлетикой Постепенно Постепенно Он может исправить Все эти дефекты Это противоречит Всем Медицинским Вот этим показаниям Которые Ребенку говорят Нет Ни в коем случае Не заниматься А потом Врачи сами говорят Ой У вас Ребенок Здоровый Стался Вот я хочу Подытожить Что тяжелоатлетика Она Способствует Выздоровлению Организм Это я Если какие то Говорю И буду говорить И у меня Много примеров Таких Это не голословно Это повсюду Вероятно Любой человек Даже Стравмированный Больной Кривой Приходит И потом Его просто не узнать Особенно если мы говорим о детях Ребенка просто можно не узнать Через несколько лет Который будет заниматься Тяжелоатлетикой Что из него Можно сделать Второе Как бы Если мы не берем Рывок Пластический Мы пока все Подводящие Упражнения Подбираем Ну Можем сказать Вот это Второе упражнение Давай сделаем Наверное Тягу Тягу Рывковую Просто без подрыва Пока мы делаем Есть Существует Несколько разновидностей Тяг Вообще Мы сейчас Мы покажем более простую Тяга До подрыва Рывковая тяга До подрыва Которая как раз Вот именно Начальную фазу Рывка Отрабатывает Очень хорошо Статическое положение Спины И начальная Работа ног Начинаем До подрыва просто Вот Это самое В принципе Простое Вроде казалось бы Но Требующее Каких-то Некоторые Могут его использовать Допустим Два раза Доподрывать По третий раз Подорвать Еще Я Порекомендовал бы Включать туда С остановкой У Колен Это Способствует Кстати Правильному Центру тяжести Чтобы Спортсмен Вот он делает И Чтобы Наконец-то Почувствовал Что он действительно Не тачит Ни вперед Ни назад А что он стоит На полуступне Он может пару раз Остановиться Смотри Делается Вообще Многие Штанги Делаешь Остановку Сразу После Отрыва Штанги И вторую Остановку Делаешь Около колена А потом Делаешь Тягу До конца Раз Остановка Вот мы видим Что он стоит устойчиво Дальше И можешь дальше Сделать тягу Да Дальше Дальше Да Вот так И Опору Чувствует На полную стопу На местечке сваривается Видишь Стоишь Немножко свариваешь А на полную стопу Угу Все Хорошо Вот такая тяга Можно использовать Такую же делать Тягу С подрывом Ну это как бы Основная тяга Для Кривка классического Мы делаем тягу С подрывом Там же При тело Можем использовать Можно обратить внимание Пару раз мы делаем Тягу с подрывом Не отрывая пятки Угу Такую тягу А последний раз мы Уже делаем По полной амплитуде Уже можем Оторвать Пяточки От пола И вот так Немножко Осрубаемся Чтоб штанга Как бы полетела Это вот что касается тяги Если Мы хотим Чтобы у нас Заработали В тяге ноги Больше Мы берем Вот такое приспособление Называется Подставка Какой высотой она должна быть Если Делать самостоятельно Должна Подставка быть такой высоты Все должно быть Удобно Для Спортсмена Для тяжелого клетка Сантиметров 8 Наверное Должна быть она такой Чтобы В этом положении У тебя была прогнута спина Вот у меня Вот эта спорта Для меня лично Она неудобна Потому что я не могу До конца прогнуть спину То есть нужно тебе как ниже? Мне нужно ниже чуть-чуть Для Более низкого Спортсмена А для чего нужна Эта подставка? Для долгов Здесь мы Заставляем работать Ноги Больше И сохранять Вот это стартовое положение Правильно Кто не может Сохранить Задирать таз Слишком рано Здесь Вот это упражнение Оно позволяет Чтобы Ноги Заработали В стартовом положении Вот ему удобно сейчас Сидеть Видишь он сидит У него спина прогнута Он делает движение Хорошо Четко Я Пришел в зал В 80-х годах И тогда это называлось Кяпель Колочек Мы выполняем Это упражнение Ты чувствуешь да? Нагрузка идет в основном На ноги У тебя это удобно Вот это давай Здесь уже можно Видишь сесть Более глубоко И заставить Заработать Твои ноги Спина прогнута Плечи Накрыли Гриф Закроположение Начинает движение Просто Верху уже Хорошо? Не торопитесь В конце просто Встал Рап Выпрямился Не надо сюда Переразгибаться Встал Выпрямился Должно быть все естественно Все естественно Когда ты делаешь Максимально естественно И удобно У тебя максимально Тихо Прокачивается Вот видишь Это Заставляет ноги работать Это одна из равновидностей тяг Которую мы используем для Рывка Теперь Есть Это мы разобрали То что касается тяги классической Все остальное Сейчас мы можем разобрать тягу именно рывковую Именно для подрыва Для подрыва Для подрыва Мы используем либо Плинты Либо вот такое Приспособление Репро Как мы называем Ребро Мы используем Здесь уже Штанга Находится Повыше Соответственно Здесь мы уже Отрабатываем Не конечную фазу Ну где-то уже Начинает с середины Здесь уже фаза Отрыва штанги Уже не нужна Если мы Отрабатываем Именно подрыв На шаре Плинты Вот это отрабатываем Я Может немного повышена Я советую Чтобы именно Только один подрыв Нет Я советую Именно Такую тягу Всем своим Спортсменам Делать таким образом Ребро Оно существует Для того Чтобы все-таки После опускания Штанга Немножко Сгибалась И за счет Своих свойств Пружинных Выбрасывалась вверх И после этого Мы ее подхватываем И делаем подрыв На маленькой Это нужно для того Чтобы Именно Поймать Этот момент Подрыва Потому что У многих Это не получается Сделать Именно Поймать Это положение Чтобы штанга Да ушла И потом Здесь ее подхватить Это нужно Именно Чувство Равновесия Чувство Стопы Если ты Будешь выполнять Движение хорошо Ну многие делают просто Тягу медленно Но я все-таки Считаю Что Если это ребро Оно для этого и сделано Чтобы Заставить штангу Заработать Именно штангу На тебе Движение медленно Мы можем делать То же самое И с пинтологом Сейчас мы вам покажем Вот Видите Что то что новичок Пока Ему надо еще Понять Вот это движение Движение в подрыве Должно заканчиваться У тебя Как бы вот здесь Плохо Здесь попробуй Медленно сначала Не торопись Главное новичку Объяснить Упражнение сначала Медленно А потом уже Мы можем Сейчас я Давай медленно еще раз попробуем Потом посмотрим Как это выполняет Александр Захаров Перейдем к следующему упражнению Медленно 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 Вот И в конце Немножко попробуй Верх движение ногами Вот Отлично Даже прям звук был Звук Причем правильно Значит Он делается правильно Да Бывает если тупой Такой звук И ты чувствуешь Что там где-то Заболело В районе Место Это уже неправильно Вот Отлично Хорошо Попробуй Сделать Вот так Упражнение Для подрыва Очень хорошо Включен Здесь Здесь мы Обращаем внимание Что штанга уже Находится выше уровня колен Поэтому Здесь Мы Непосредственно Откуда Начинается Подрыв Подрыв Не надо Не надо Объяснять Потому что Это уже Приходит с годами Я эту фазу Наверное Выучил Только уже К 20 годам И вот Отсюда Уже Начинаем Движение Вот здесь Мы Практически Стоим Подрыв Можно Еще Повыше Поставить Именно А с этой Фазой Здесь Уже Чуть-чуть Разогнался Полетел В чем преимущество Здесь Можно Более Большой вес Сделать За счет Этого Мы Отрабатываем Подрыв С такими Серьезными Весами Намного Выше Тех Вспомнил Ты говорил По поводу Касания Ноги Грифом Ты сказал Не нужно Еще один Такой момент Штангу Здесь Касаемся Или Ведем Полностью До подрыва Полностью До подрыва Я еще раз Объясняю Как только Штанга Ничего не должна Касаться Не задирать Трико Нет Это все ошибки Которые приводят К торможению Штанга Сила трения Она должна быть И не на весу Иначе Она будет оставаться Впереди Она должна Буквально В долях Миллиметров Проходить Штанга Вдоль Задевая Волоски Уголи Вот У тебя Проварение Идет Как бы От подрыва На примере Нашего новичка Тоже Хорошо Здесь Как раз Можешь Попробовать Сразу Попадать В подрыв Предыдущего Дела Здесь Как бы Такая Фаза Вот Здорово Наши Сейчас Ошибка Ну да Ты сейчас Сделал движение У тебя Больше Распространенная Ошибка У новичков Как только Ты начинаешь Хвататься Руками Штанга Уже Перестает Лететь Штанга Летит только Тогда Руки Натянуты А мышцы Срабатывают Спины Только Тогда Штанга Полетит Так Упражнение Подел Я уже Начинаю Понимать Если Ошибаюсь Потом Ты Начнешь Учиться Где Чуть Ниже Чуть Вы Руки Расслабить Я Всегда Объясняю Всем Не надо Как я грубо скажу Тупо Слушать Тренера И не слушать Своё тело Всегда Обязательно Слушать Своё тело Тренер Может Подсказать Но Он Не может Увидеть Полностью Тебя Все равно Ты должен По своим ощущениям И вы в тандеме Должны Работать Постоянный самоанализ Самоанализ С тренером Посоветовался Где-то так Может вы где-то поссоритесь Но Придёте И потом В идеале Хороший результат Очень много спортсменов Тренировки Своё мнение Который Выходи Тренировка За тренировкой Постоянно перед зеркалом Неплохо Нужно Мне нравится Очень тренировка Перед зеркалом Ты видишь В принципе Видишь свои ошибки Проконоливание Единственное Да Что Нужно в этом учесть Что перед соревнованием Старайтесь уже От зеркала От зеркала Потому что На помощь не Можно потеряться Не увидев себя Любимого Собой Можно Постеряться Так Упражнения В принципе Вот эти Тяги Можно делать с низких Плинтов Можно ещё свыше Плинтов С ребра Мы сделали Тяги с вис То же самое Можно делать В принципе Те же самые фазы Отрабатываем Только с виса Будем показывать С виса Не обязательно Не обязательно На плитах Поэтому теперь Мы можем Единственное Про лямки Можно сказать С виса Лучше с лямками Выполнять Да нет Всю тягу лучше выполнять С лямками Конечно Можно даже Показать Это мы просто С маленькими весами И показать Как ими пользоваться Будем рассказывать Или что Многие не знают Я даже Фотографии Возьмите Ну тогда Расскажем Так Существуют Вот такие Древние Старые Лямочки У меня в зале Накупили Ремешков На рынке И сшили Ну купили И сшили И принесли Показать мне Я говорю Ну вы же неправильно сшили То есть они просто Тупо взяли А ребята молодые Ну мы просто объясняем Вот есть Вы делаете Такую Берете На рынке Покупаете Можно ремешок Поводок Приложи к телу Чтобы можно было понять Какой длины Вот Сейчас подожди Вот Уберешь Это Так Вот Берется нормально А длины Для каждого на самом Индивидуально Кто любит покороче Кто любит подлиннее Я люблю подлиннее Вот Есть разные ширины Кто-то кому-то нравится узкий Кому-то средний Кому-то широкий Опять же Все индивидуально От возраста зависит Так Ну маленький Спортсмен Взрослый Старый спортсмен Типа меня Типа тебя Ну ладно Делается это очень просто Сгибаем лямку В две У нас должны Вот эти две Друг другу Лямочки попасть друг другу Вот такая образоваться петля Не так Тогда у нас образуется Не так Тогда у нас А именно Берем Вот держим лямочку И вот так Раз Поворачиваем друг другу И перехлёстываем Все Нужно это для Вот это правильное положение Мы вставляем сюда руку Пальчиком зажимаем здесь И она облегает полностью удобно кисть Удобно облегает Нигде не пережимается Если мы Объясняем почему это делают Почему именно так А не Вот если мы сделаем так Лямку перевернем И сделаем так Здесь она уже начнет Перегибаться Давить Будет давить и рваться Поэтому лямочку И дискомфорт будет Еще раз берем Сюда Все Еще Очень важный момент Как берем Беремся Поближе Лямочку Вот это то что мы сложили друг с другом Под Гриф Другой рукой помогаем Ее затягиваем И убираем Вот сюда С левой стороны И чем прижимаем И сверху ладонь Серединой ладони И стараемся ее как бы раз Подкрутить И уже зажать Все Потому что многие Оставляют ее вот тут А нужно под ладонь Вот Вот у меня ровно под ладонью Она проходит Она мне не мешает Все четко Вторую лямочку Можно уже одной рукой Это уже Со временем тренировки Проще будет То же самое Мы ее опять же Сюда И под ладонь Закручиваем Все Мы К штанге Настолько Привязались Что уже От нее Не оторвать Ну и можем делать Все упражнения Различные упражнения Свисты там Тяга Рывковая свиста Выше колен Вот Пошла Тоже самое Тяга Рывковая Сниже колен Вот Она пошла Ну и так далее Очень полезно Для Центра тяжести Чтобы понимать Что у вас штанга Не тянет ни назад Ни вперед А вы Устойчиво стоите На полной стопе Все понятно Когда Мы Садимся в сет Начинает фиксировать штангу Многие начинают ее Вот Вот так вот держать Чуть ли не Перед глазами Другие наклонятся Вперед Но новички Очень многие так делают И это травмоопасно Во всяком случае Вот так вот И можно уронить на спину Такие случаи уже Были Так Ну давай тогда Мы сейчас этот момент рассмотрим И как раз на примере покажем Подводящие упражнения Для рывка Классического Мы показали все тяги Все основные И на самом деле Можно придумать Еще кучу Но это вот основные Которые в принципе Нужно делать Они очень помогут А это упражнение Мы уже делаем Именно для той фазы Конечной фазы Удержания штанги над головой Берем со стоечек И здесь всевозможное Есть просто жимы За головой Укрепления Ничего Корпуса Есть швунги Из-за головы Из-за головы Мы можем все это показать То есть способствует спортсмену Отделить вот это Да К тому вопросу Где штанга должна Как она должна Находиться над головой Штанга должна быть Опять же по своему удобству Не Впереди головы Так же она будет просто тянуть вперед Плечи очень сильно напрягат Не слишком за головой Тоже очень тяжело А вот Чуть-чуть Над затылком Прямо ровно Над макушкой Вы должны понимать Что как бы над затылком Штанга держится Очень удобное положение И вот эти всевозможные Жимы поделали Можно несколько раз Поприседать Вот это Хороший упражнение Смотрим все время вперед Все время вперед Многие вот Например При фиксации Смотрят вот так вот Наверх Потолок Не надо Как только ты смотришь наверх Штангам нет равновесия Терять координацию Да Потому что почему еще Уходишь наверх Плечи начинают идти за шеей Вот Фиксированное положение Все четко вперед Подбородок чуть-чуть Можно вот так И пошел Приседание Есть такие упражнения Уходы Рыкового хвата Есть Уходы Рыкового хвата Которые я Очень люблю Для многих Новичков Использую Без Выталка Вот Четко стоишь На ровном месте Это чисто называется Уход Чисто уходишь вниз Стоишь Уход Стоишь Стоишь Уход Можно Немножко Облегчить себе Немножко Вытолкнуть В принципе Это можно сделать Более большим весом Немножко Вытолкнул Все Вот ноги так делают Для чего Я считаю Не совсем Ну смотри Здесь Можно Сделать Более Серьезный Килограмм Если Вот Этот Уход Ты С Большим весом Можешь Уже Не хватит Тебе Чисто До ухода Здесь Ты можешь Потолкнуть Чуть ли Килограмм На 30 40 То есть Зависит от того Какие цели Ты преследуешь Да Но если мы преследуем Цель Если мы преследуем Цель Уход Чисто Равновесие То мы делаем Без вытолканья Ногами Чисто Уход И это как раз Мы преследуем Две вещи Освобождение От штанги Стоим Освободился И принял Освобождение И прием Вот два четких Ну и плюс Закрепление штанги Над головой Вот это чувство Два основных Для Вообще Для рывка Для новичков Особенно Но у меня еще Не такое Вот этот Уход Он должен Все дополнительные Упражнения В тяжелоатлетике Они должны Быть Наиболее Приближены К технике К К Тяжелоатлетической То есть Для пластического упражнения Всегда нужно Самое максимальное Приближение Что Как бы Уход С Мертвого Положения С мертвой Точки То есть Когда мы стоим И начинаем делать Уход Мы волей-неволей Перед уходом Начинаем Напрягать плечи И включать руки То есть Практически То действие Которое Как бы Не нужно Для Рывка Классического И я Всегда советую Начинать движение С более Привычного То есть Когда мы Делаем В рывке После подрыва Выход на носки Дальше Спортсмен Что делает Делает Уход То есть Я советую Делать Выход на носки Руки И плечи Расслаблены Мне советую Делать Выход на носки И уход То есть Носками Мы как бы Задаем движение Я понял Поднимаем Штампы Немножко вверх И За счет Вот этого Свободного времени Мы начинаем Свободно Я понял Все правильно Для меня На самом деле Это новое Упражнение Я никогда его не делал Но В принципе Как ты объясняешь Можно использовать И вполне Но Опять же Скажу Эти все Нюансы Они Не Не то что Не важны Они Самое важное Выполнять Это Главное Основу Выполнять Правильное Если мы уже говорим О новичках Это правильное Положение Над головой Плеч Правильное Приседание Правильное Уход Попробуй Как Александр показал Кладешь Штангу На плечи Попробуй сначала Присядь с ней Да Чтобы хватило И ширина Не Смотришь Ровно Вперед Четко Теперь Клади На плечи И попробуй Сначала На высочке Выходишь Потом резко Вниз И штанга Над головой Попробуй Чуть-чуть Прыгнуть Ничего страшного Крыжочек Для штангиста Основы Чем четче Вот этот Крыжок Тем Оно Правильнее Выполнение Потому что Если мы Чуть-чуть неправильно Ставим стопу Значит Уже что-то Мы выполняем Не так Чем четче У вас Это движение И в толчки И в рывки Чем оно выше Вот Вот Видишь У тебя Твоё естественное положение Это только за счет того Что У тебя не хватает Высоты каблука Чуть повыше каблук Тебе будет легче Либо голеностоп Надо развивать В принципе Довольно так Плоско Александр Краснов Сейчас Нам тоже Поднимать Попробую С носка Да Вообще Хорошее упражнение Вот это все Духлое Вообще Это Нужно Использовать Обязательно Это мы уже Когда профессиональные спортсмены Редко Уже используем Такие упражнения Ну Благо Чувствуем Правильно В рывке Ну Вот Это то Что мы Полностью Рог Разобрали Все такие упражнения Основные Уходы снизу Это как раз Отрабатывает Вот этот вид Это движение После подрыва То есть Мы Никогда не делал Давай Теперь не ставить Нет, серьезно То есть Мы сейчас Разобрали движение До подрыва Потом Сделали Сейчас Работали Безотмонный подсет То есть Уход А теперь Нужно связать Эти два упражнения То есть Вот это движение И переходим На Подсет Уход Уход От подрыва То есть Его можно выполнить Также Из мертвой точки То есть Мы стоим В этом положении И начинаем Уходить Включая руки То есть Начинают работать руки И одновременно Я ухожу Все Можно Увеличив Вес Отработать Вот именно Так же Как мы Начали включать При уходе Вставать на носки Здесь тоже самое Но только Уже Начинаем Включать Спину То есть Делаем Небольшой мак спины Начинаем Ну то есть Задаем движение Штанги И совмещаем Как бы После подрыва Мы же делаем Уход То же самое Здесь Делаем небольшой наклон 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 должен быть Не очень большой Не такой А вот именно Небольшой мак Мак спиной И штанга Должна все время Находиться У парка То есть Если мы наклоняемся Вперед Она не должна Опускаться Вниз Она должна Стоять Возле парка То есть Чистая спина Вот Чистая спина Работает Это новое Упражнение Ну Для новичков Вполне А Сейчас Передам привет Глебу Писаревскому На самом деле Вот это упражнение Я начал делать Уже после Олимпиады Очень недолго Но Именно Глеб Который постоянно Выполнял это упражнение Глеб привет Всем показываю Твое любимое упражнение Одно из твоих Любимых упражнений То же самое Уход В рывковом хвате Но Здесь Движение Выполняется Таким образом Мы Сначала Выходим на Месточки Вытягиваемся Ой Интересно Вытягиваемся Струнку Вверх Сверх Уходим Вниз Вытягиваемся Уходим Такое силовое Оно силовое Как раз Оно Между силовым И вот этим Освобождением Низкий сет Очень хорошо Как раз и для новичков И для разминки В принципе И даже для Более Серьезных Спортсменов А то что ты Показал Я наверное Делал не Спаха Уход Я это называю Как бы Рывок Спаха Одну из моих любимых Очень Честно Выполняю Именно Рывок Спаха Может Чуть-чуть Опускаем Естественное положение Мы же когда приходим Подрыв Отсюда Я люблю Отсюда Порвать Именно Делать движение Отсюда Оно Не у всех Получается Сразу Но Тем не менее Очень Хороший Попробую Я его тоже Начал сделать И сразу Получился Можно сказать Именно Этот подрыв Который Многие Не умеют делать От паха Не получается Это упражнение Помогает Понять Первое Показал Глеб Писарецкий Творил упражнение Не помню На комочке Выходит Полностью На листочки Даже Можно сделать Как мне Глеб говорил Здесь можно сделать Такую паузу И после этой паузы Уход в сет Круто Но на самом деле Сложно Это упражнение Не сделал Баузу Вот Да 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 Максимальная Малития К Телу Кстати Оно На самом деле Здесь делается С маленьким весом Кстати Хорошо Разделал Рывок Вот в этом положении Вот это Переключение Да Переключение Разминаешься Хорошо Сейчас для новичков Для этого И второе А второе Именно рывок От паса Понял То есть И так С небольшим Опусканием Опускание Вообще минимальное Ты уже Практически Опустил Вот так Еще меньше Вот Видишь Даже по ней Тяжело Но Когда ты научишься Сюда Рвать Ты сразу Повыдываешь Класс Выше Вот это Упражнение Тяжелое Но его Надо понять Летний советский Твоё упражнение Нет Не надо Опускаться вниз Вообще Полно Выпрямить Из этого Положения Вверх распрямляешься Пауду делаешь Пауду Возле Плещ Макс Максимально Как ты можешь Вытянулся Сделал Паузу И ушел Нет И на работке И вообще Здесь Я делал Тридцать 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 Упражнение Для Развинуть Для Координации Вообще Глеб У меня Молчил Упражнение Я их Использовал Они мне кстати Помогли Старайся Да Старайся Далеко Штаммы не отпускали Вот Ближе Смысл Тридцать Чем ты ближе К себе Штамбу тянешь Тебе легче поднимателей Центр тяжести Отлично А Утрей Тридцать Нет Отец Отец Продолжай В высочке Выходи Прямо до конца На высочке Вытягивайся Хорошо Вот Именно для новичков Видишь Он теряется Кравновесие Для них Очень хорошее упражнение Это как раз то что не нужно Просто Да Именно Поймать Многие могут сделать Женя Здесь не знают Что с ней сделать Вот это как раз Поставить Все таки подготовленному спортсмену Больше Да Неважно какими этим спортом он занимается Но если он Абсолютно Абсолютно На своем Там Опыте Всполнить Упражнения Которые делают В сборной Многие спортсмены Там Дима Клоков Много интересного Придумывает Разнообразие Ну и Многие спортсмены Там Дима Лавренов Тоже какие то упражнения На самом деле Вот почему Как у меня получилось С моей карьеры Да Я когда попал в сборную Ну это все наверное так Но у кого то есть личный тренер Который непосредственно Рядом с ним И он может где то Не дает Те упражнения Которые делают Другие Он В своем мире Это кстати для тренеров Очень хороший совет Не закрывайте В своем мире Не думайте Что вы один Великий профессионал Всегда надо Чему то учиться У других Какой бы он ни был Специалист Но можно найти Всегда что то интересное Ведь я так же Очень много нашел В угле вы писали У Димы Лапик У Димы Лапик Вы везде Потихоньку Для себя что то интересное Открываешь И это начинает Тебе помогать Ты понимаешь Что ты растешь сам Как специалист Как спортсмен Вот это самое главное Учиться И чувствовать в организм И учиться у других И техники Учиться все время Все время Постоянно И даже НСК Да До сих пор не умеем Не важно